Четверг, 21 ноября 2013 года. Эта дата навсегда будет вписана в историю Забайкальского края. Именно в этот день по чате пройдет эстафета Олимпийского огня. Забайкальский край готовился к этому событию очень тщательно. Более полутора лет заседала рабочая группа. В Забайкальском этапе Олимпийской эстафеты примут участие 130 выдающихся людей края. Среди них спортсмены, политики, общественные деятели. Протяженность Олимпийского маршрута по столице Забайкалья составит 23 километра. Каждый из факелоносцев пронесет огонь Сочинской Олимпиады по 200 метров. На сегодняшний день у нас в крае будет Олимпийский огонь. Для меня это большая радость и для нас, наверное, для всех. И будем с гордостью нести этот огонь. Несение Олимпийского огня посвящаю своему сыну, которому 23 числа исполнится 5 месяцев. Уникальным этапом Забайкальской эстафеты станет великий мировой водораздел. Олимпийский факел окажется на вершине горы Паласа, так называемой горы Пяти морей. Кроме этого, Олимпийский огонь побывает в спортивно-развлекательном комплексе «Мегаполиспорт» в Ледовом дворце Высокогорье и училище Олимпийского резерва. Кульминацией праздника станет зажение городской чаши Олимпийского огня на площади имени Ленина. Это действительно уникальное событие. Это праздник, который в жизни человека может быть, наверное, только один раз. После завершения эстафеты в Чите Олимпийский огонь на поезде отправится в Благовещенск, Амурской области. В Чите же о прошедшем знаменателем событий будет напоминать чаша Олимпийского огня, которую городу подарил один из спонсоров Олимпиады. Олимпийская реликвия будет храниться в Краевом спортивном музее. Андрей Коптеев, Вадим Сутлагов, ЗАПТВ.